Лёш, в своё время, когда Стругацкие спрашивали о смысле жука, они всегда отвечали. Идея была очень прикладная. Любое общество, где есть тайная полиция, в данном случае Комкон, рано или поздно одержимую паранойи и начинают убивать. Почему в Украине до сих пор этого не произошло, даже в военное время? — Стругацкие, я думаю, сильно себя обрезали. Я не знаю, отговорились ли они, потому что… — Конечно, роман не об этом. — Роман, конечно, не об этом, он гораздо больше. Но по поводу тайной полиции, я молодым лейтенантом имел дело с английской разведкой. У меня учили англичане, я сработал с англичанами и так далее. И как раз шла война в Югославии, а для нас это была ломка, потому что мы же ещё были в концепции православные, славяне, вот вы их уничтожаете, пятое, десятое. И они всё время так смотрели внимательно, так кидали взгляды, типа когда, нет, прямо расспрашивали. И я говорю, ну вот показываю фотографию одноочередно разрушенной сербской церкви, там бомбой натовской. Говорю, видите, какие грязные дела вы делаете прямым текстом. И говорят, Алексей, есть такие дела такой степени грязности, что их могут делать только настоящие джентльмены. Почему? Потому что это применение зла без того, чтобы становиться злом. Это вот как Акунину... Это возможно. Да, возможно. Как алмазные колесницы объяснял Акунину, вернее, Фондорину объяснял Тампа. Тампа, вернее. Японские. Да, японские глава клана ниндзя. Он говорил, что обычный человек не выдерживается прикосновения со злом. И если он будет применять зло, он бежит от зла, закрывает глаза, боится, и зло становится всесильным. А мы зло делаем послушным инструментом для нас. И менеджерами зла являемся, оставаясь незапачканными и идя к тому же Будде, к тому же сияющему идеалу нирваны, как и все вы, которые боятся раздавить жучка или неправильно надрезать апельсин. Кто-то должен это делать. Он говорит, нас не может быть много, но мы есть и мы всегда будем. Вот это та же самая история. Я, будучи родом из спецслужб, могу сказать, что есть полно людей, которые делают страшные вещи с точки зрения обычного человека и при этом остаются прекрасными людьми, не пачкаются, не ожесточаются, не плывут. Никакой деформации профессиональной, никакой девиации. Наоборот, строже становятся себе с каждым днем. Сикорский, в чем тайна жука? Камерер в обитаемом острове куда более привлекательный персонаж. В жуке и волны гасят ветер, он абсолютно растерянный, как будто подменили. И поверить, что этот дядька мог внедриться в островную империю, взорвать эти, никогда не поверишь. Но и Сикорский совсем не такой. То есть там он там хладнокровный странник, который четко проводит свое дело. Хотя некоторые истероидные нотки у него в конце появляются, когда они встречаются. Думков. Да, да, да. Ты еще не знаешь, что такое инфляция. Да, да, да. Но в жуке он абсолютно растерянный. Я их ненавижу, они 40 лет жизни у меня вырвали и так далее. Это не спецслужбы. Потому что профессиональный кодекс и система ценностей, которая воспитывается в настоящих спецслужбах, это, как бы вам сказать, они могут и 400 лет держать такое напряжение. Там особая философия. Там, ну, на нас летит там метеорит, да, который нас всех уничтожит. Ну, хорошо, давайте думать, что можно с этим сделать, какую выгоду можно извлечь. Как меня лейтенантом учили, старые такие волки, они говорили, смотри. А нам приехал министр обороны тогдашний. И что-то там пятое-десятое. И один мой товарищ, молодой лейтенант, старший лейтенант, засмущался сильно. Его вызвали и говорят. Когда министр уехал, ему сказали, а что ты засмущался? Он говорит, так это же министр обороны, а где я, а где министр обороны? Он говорит, смотри, значит, если ты хочешь здесь работать, тебе нужно понять очень простую вещь. Не существует человека или ситуации, в которой ты не мог бы использовать свою пользу. Вот в тебя стреляют, думай, как это использовать для пользы дела, для своих стратегических задач. Приехал министр, тебя ругают, думай, как это использовать. Министр тебя хвалит, думай, как это использовать. Министр тебя и хвалит, и ругает, думай, как это использовать. Министр тебя не замечает, думай, как это использовать. Не существует человека, которого ты не можешь использовать. Думай, думай, как это сделать. Люди, ситуации и так далее. Таких немного, но они всегда есть. И мне ближе гораздо там, чем камера в жуке в муравейнике. И уж точно Экселен, с которым остается только сочувствовать. Потому что Стругацкий очень сильно урезали персонажа. Урезали и поломали. Это вообще не те, кто был в Обитаемом острове. И не продолжение Обитаемого острова, как бы многие ни говорили. Леша, вы меня не используете, я это знаю. Я вас не использую, безусловно, нет. Человеческое общение важнее, чем стратегическое стратегическое. Просто вы лейтенант, поэтому всякое бывает. Сейчас вы уже не лейтенант. Да, ну суд не в этом. Вот самый главный для меня вопрос. Я после волн думал, что мирное сосуществование люденов и людей возможно. Более того, они могут друг друга не замечать. Более того, задача люденов – уйти в институт Логовенко и стать незаметной. Война в Украине показала, что сосуществование невозможно. Можно все-таки миром решить эволюционный скачок? Или мы обречены на колоссальный цивилизационный разлом? Обречены. Люди не умеют проходить такие испытания. Для этого нужна у тех, кто остается, очень много человечность. И огромный объем души, превышающий все соблазны открытия люденов. Это же ребенку показать огромную конфету, и от ребенка нужно огромное мужество, чтобы не шагнуть. Представьте себе, давайте представим, я не знаю, Диснейленд, всех детей подвели. И мы искали дети, показали там все эти чудеса, сказали, вот эти трое идут, а вы все остаетесь, и вам нужно найти, что в себе силы и мужество проводить их с любовью. Это же абсолютно нерешаемая задача. Другое дело, что человечество так своих детей и воспитывает у людей. Типичное поведение человечества в отношении менее эволюционно развитых, или иерархически в меньшем положении. Стол, раскладываются конфеты, садятся трехлетние дети и говорят, так, мама сейчас уйдет, а ваша задача за час не тронуть эту конфету. И вот я вернусь, и когда вы… Не дам вам две. Если вы не тронете, я дам вам две. Вот это постоянное желание человечества управлять социальными переменами вот таким вот образом. Оно проваливается, мы не готовы как социосистема к таким переменам, а то, что разделение пошло, для меня очевидный факт. И пошло оно со Стругацких, по крайней мере, оно было символически отфиксировано. Ведь эта история про прогрессоров, это такая очень незатейливая прогрессорская операция в отношении человечества. Их просто тупо предупредили, что будет. Меморандум Бломберга, пожалуйста, поехали и так далее. Но видите, ничего не сделать с высокомерием Люденов. Есть, помните, ключевая сцена в Лаганах, когда он говорит Сасе с женой, милый ты, и мир твой милый. Но он говорит это вот очень свысока. Люденов и обречены на высокомерие. Не все. Лаговенко показывает, что мы за вас. И у нас тоже есть раскол, он говорит. Там есть еще одна сцена, когда Рип фан Винкель, Винкель операция, это что, когда он спускался, помните, там спускался Гриша Серассовин, или кто там этот самый спускался. Ну, не важно, да. Ну, когда, когда, да, и он сказал, а как не кстати. И его трижды переносили при попытке подойти к дому, переносили, очнулся он в аэропорту, там, без сознания, без тертой памяти и так далее. И вот это, а как не кстати, и вот этот перенос, вот это вот показывает, что. На самом деле, прав же Горобовский. Он сказал, вы можете играться в Люденов сколько угодно, но вы люди. Реакции слишком человеческие. Сделают ДН, которых нам показывают Стругацкие. Они получили сверхсилу, сверхвозможности и сверхперспективы. И проявляют высокомерие. Самый люденистый Люден, там Благоденко. Он открыл этот Тадзубец. Но он сам высокомерный. Он сам высокомерный, но он сдерживается. Он говорит, мы не имеем с вами ничего общего. Вы помните в разговоре с Горобовским, когда звон и свист. Да, мы не совсем люди. Да, да, да. Точнее, мы не люди, мы не такие, как вы и так далее. У нас другие интересы, но что такое Люден? Это по сравнению с самым противнутым землянином. Это типа очень взрослый, умный взрослый и там трехлетний малыш. Наглый, экспансивный. Но там есть нечто человеческое. Когда у вас будет проблема, мы придем со всей нашей мощью на помощь. Он говорит. И это же еще высокомерие кого? Обособленных товарищей. 437 человек было на тот момент. А, да. Это малая община. Мы не понимаем главного, в каком направлении идет эта эволюция. Что такое Зубец Д? Даже если нет Зубца. Вообще эволюция человеческого. В каком направлении идет? Почему не понимаем? Понимаем. В самом примитивном варианте это раскрытие сверхспособности. Любой ценой. Ну, какой-то ценой. А второе, это здесь дело даже неспособности. Вы просто в ценностях и интересах. Чего хотят? Там же не даром лакуна в этом месте на пленке. Да, да. Когда вопрос, каковы интересы... Каковы ваши цели? Да, какие ваши цели и ваши жизненный круг интересов люди? Бац, вырезы на место. Ну, намеки там разбросаны достаточно щедро. Ну, какие? У Бромберговича, существо меняет метаболизм, выходит... Вообще, он производный является целой плеядой таких же, как он. Которые его тщательно готовили. Потом, как произведение искусства, уходит в космос со смененным метаболизмом. У него цели и задачи связаны с непрерывным ростом познавания, количества и качества материала, сенсорное восприятие и глубина проникновения таковы, что не имеет ничего общего с человеком. Но я так не считаю. Вот честно, не считаю. А у вас не возникает ужасного опасения, что цель как раз регресс, когда вы видите количество русских тоней, которые поднимаются, да? Может быть, история человечества – это параболу. Они дошли до какой-то точки и теперь отползают назад. Нет, я так не думаю. Вопреки всем апокалиптическим этим самым, человечество все-таки прогрессирует. Очень медленно прогрессирует. Ну почему этого столько? Это такая реакция на вашу свободу? Это, во-первых, это ставка государственная. То есть это не эффект развития, а это совершенно конкретное деяние конкретных людей, которые применили свою свободу воли таким образом. Это вопрос соотношения исторических законодательностей и свободы воли. Это не было обязательно. Мы не просто так решили, им захотелось ставку на это сделать. Ну и опять же, это государственная традиция, это же долгая история. Что заставляло Петра Первого вынимать голову Анны Франко, целовать ее из-за спиртованного? Это же просто… Его же никто не заставлял. Но он-то был прогрессор. Да, безусловно. Но прогрессор, они же прогрессом розен. Есть прогрессоры, которые… Лучшими прогрессорами было бы ЧК, с этой точки зрения. Между прочим, да. Да, но тут вопрос о тех ли мы прогрессорах говорили. Но прогрессы они добились. Прогрессы они добились, да. Второй момент, но и Маск… Кстати, простите, лучший институт Логовенко – это колония Макаренко. Да, но с другой стороны есть и Маск, который тоже, безусловно, в этом тренде, но обходится пока без смертоубийств. И здесь вопрос в чем? Что это кто, она не обязательно была. Это точно такое же решение Путина, как решение, получив 5 триллионов за 22 года правления чистыми, по самым скромным оценкам, не кинуть триллион в космонавтику, в биомет, в шестой технологический уклад и так далее. Ему памятники золотые поставило бы все человечество. Но он предпочел другое. И это личный выбор, это не предопределено. Можно, конечно, сказать, по-переслегински, что перед переходом фазового барьера всегда со дна поднимает вся муть, вот волна Цунави поднимает, муть-муть поднялась и так далее. Но это же абсолютно свободный выбор. Украинцы это показывают. Есть важная точка у Стругацких, которую они сами недоразвили. Мы понимаем, что Горбовский уцелел на Радуге. Видимо, волна над ним прошла. Что несет волна? Вот это то, о чем я написал в следующей повести. Это как раз история о том, что случится с человеком, попавшим под войну, под волну. Пока только Камилл может про это рассказать. Но мы понимаем, что Горбовский под это попал. То, что Горбовский стал таким добрым, не есть ли это следствие волны, грубо говоря, которая отменяет прогресс и говорит о важности гуманизма. Ведь волна идет, понимаете, мы сейчас под волной. Вот волна идет на вас непосредственно. Что будет с вами после нее совсем? Ну и со мной, раз уж я здесь. Надо перемениться. Куда? В самых добрых. Вы думаете? Да. Это очень фрадоксальный вопрос. Я объясню почему. Потому что следующая цивилизация по такту должна стать цивилизацией радости и любопытства. Группа свободного поиска. Вот ее главный шишка. Леша, как я люблю вас слушать. Это может произойти? Может. Сейчас цивилизация страха должна стать цивилизацией и дисциплиной. Должна стать цивилизацией самодисциплиной. Любопытства и радости. Для чего написана эта самая «Лунная далекая радуга»? Чтобы показать, как люди ведут себя перед смертью. Да. И выставка картин, люди сидят, пьют кофе, кто-то в поле пошел, кто-то в реку поплыл. Ну вот Одесса сейчас. Сейчас Одесса. Да, да, да. Именно на берегу моря я сидел и вот повторял. Когда, как черный, ну и так далее. Поэтому, ну, это же еще у Толстого есть. Когда князь Балконский лежал на пригорке и смотрел в небо устралица. Он думал не о Наполеоне, о котором он думал день и ночью, пытаясь его подожать. О маленьком человечке. Он думал о человеке и о небе. Маленький человек перед лицом большого неба. Это все-таки эстетическая история. Он же умирал в этот момент, правда? И заметьте, в этот момент явился его любимый Наполеон. Да. И сказал, что вот это человек. Вот славная смерть. Хорошо бы так думать, да. Да. Теперь, почему женщины играют в происть ругатских такую пренебрежимую малую роль? Ну, кроме моей Глумовой, которой непонятно кто. Они их боялись. Что? Они их боялись. Да? Они же про все это описывали. Они бы прямо говорили в своем оффлайн интервью, мы боялись женщин и не знали, как это описывать. Почему? Потому что вдвоем писали. Боялись приоткрыться друг перед другом? Да, боялись приоткрыться. Люди старого воспитания, я подозреваю, и так далее. То есть, как бы есть нюансы. Ну, нравились женщины разного типа? Разного типа. Но так они описывают. Кира – это одно, Майя Глумова – другое, и так далее. Рада – это третье. Мой идеал женщины Майя Глумова, конечно. Ну, да, такая сероглазая брюнетка с короткой стрижкой, да, с загорелыми руками. И она одна все понимает про малыша. Да. С вашей точки зрения, теория воспитания, как должна работать? Ведь у Стругацких она описана очень точечно. Мы не знаем, что действует на человека. Почему Максим такой? Почему вообще все это поколение такое? Что там происходит? Так оттуда нового ничего не придумаешь. Любовь и внимание. И приучение к самодисциплине. Это то, что учителя должны дать. Они должны персонально заниматься этим ребенком. Вот все. Или этими детьми. Там же главное решение есть. Есть люди, вся жизнь которого – это делание новых людей. То есть, превращение их в кого-то. Все их внимание, этих непростых людей, со специальной подготовкой, пониманием гуманизма, направлено на конкретного ребенка. При таком луче внимания невольно начнешь расти приличным человеком. Но там не только луч, внимание. Понимаете, это воспитание довольно жестокими вещами. Вспомним град. То павианы, то падающие звезды. Ну, малая глуша, помните, когда страшные лезут эти. Да, да, да. То есть, если человек способен среагировать на чудо без ненависти, значит, он годится, если нет. Ну, правильно. Там же все эти эксперименты. И эксперимент пингвина, и объявление, что все человечество погибло. Помните? Да, да. Это же проверка чего? Что вот тебя поставили перед космосом один на один. И можешь ли ты сделать шаг вперед с любопытством и радостью? А не со страхом, ужасом и так далее. Но вы полагаете, что в человеческой природе есть такая возможность? Однозначно. Однозначно. Леш, вы можете сделать в таких ситуациях шаг вперед с любопытством и радостью? Конечно. Я много раз это делал. И сейчас? И сейчас. Есть такая не очень известная вещь, очень имя любимая, второе нашествие марсиан. Стругацкие всегда полагали, что если человечество станет объектом прогрессорства, оно должно воспротивиться. Как вы думаете? Должно, потому что есть честь. Нас никто не смеет развивать, мы должны развиваться сами. Можем посмотреть на пикник. Кирилл Панов, доктор. И Редрик Шухарт. Рыжий бандит, такой, оторви голова и так далее. Он говорит, единственный, из десяти таких мудаков, как ты, одного Кирилла не сделать. Помните, он говорит? Да. Он же, Шухарт мог все. Главная его ставка была на независимость, чтобы никто не смел определять его волю, влиять на него и так далее. Но он пошел за чем? За Шаром. За картинкой. А потом за Шаром. Причем, пойдя туда, он принес жертву этого товарища. Но это в человечестве больше добра, чем зла. Вот главный принцип. Ставка на добро должна быть. Если мы апеллируем к добру, одни люди получаются, одна ситуация. Если к козлу, то другие люди. Мы, начиная от Джона Лока и Гоббса, апеллируем к козлу в людях. И гордимся, что мы создали систему, которая это зло и эгоизм превращает в нечто. Держит. Общественное благо, держит, трансформирует. Это же глупость. Пора отказываться от этого всего. Потому что в человечестве больше добра. В человеке больше добра. Апеллировать надо к добру. Человеку надо показать более перспективный образ его самого. Как психотерапия делается. Ты должен показать человеку его же только в более лучшем варианте. Чтобы он сам себе понравился. Вы согласны, что Зеленский может стать Андреем Воронином, а может Фрицем Кейгером? Фрицем точно не станет. Его, да, остановит человеческая брезгливость. Да, он очень чувствительный, как актер с лобильной психикой. Он Андрей Воронин в том смысле, что он с любопытством познает себя. Да, я вам скажу, что очень многие спасают брезгливость. Простая человеческая брезгливость, нежелание иметь с этим делом. Знаете, тоже не очень известная вещь парень из преисподней. Она из моих любимых, кстати. Из моих. Они ничего не смогли с ним сделать. Дома, повторял он, дома. У вас нет ощущения, что бессмысленно пытаться? Подождите, как это... Бойцому коту хорошо там. Почему, значит, ничего не смогли сделать? Они сделали с ним главное. Что? Он начал толкать машину. Так он и так бы ее толкал? Э, нет. Он бы тому, кто его съездил по уху, шоферу, и который забрал у него автомат и вышвырнул, он бы убил его голыми руками перед этим. Понимаете? Да, ну, слушайте, бойцовый кот – это не самое плохое. Хороший профессионал? Нет, не самое плохое. Он бы убил его руками. Там же чем заканчивается? Водитель его съездил по уху и сказал, вырядился супчик. Епатерина мать, как бы, да. И забрал автомат и вышвырнул. Что бы сделал бойцовский кот, который был до? С ноги. С ноги, да, по яйцам, да. Убил бы просто нафиг, да, и все. Забрал бы автомат, наирал бы на доктора, стал командовать, сказал, мне не до вас, я пошел бы и вызывал. То есть, вы думаете, с ним произошла эволюция? Конечно, однозначно. Впервые встречали такой трактор? Однозначно. Так у меня же есть разбор, читали, нет, по бойцовского? Ты читал. Смотрели? Бойцовского кот, там прямо указывается на эту эволюцию. Я, кстати, не видел, я читал расшифровку. Нет, она есть. Есть как программа, да? Есть как видео, да. Видео мы разбираем парня поисподней. Там, в чем же, они же сами признавали, что это и самый любимый, и самый нелюбимый персонаж одновременно, амбивалентный. Почему? Потому что он не прогнулся, остался в достоинстве. И весь этот светлый мир, куда его за шкиркой притащили, как кинули на клумбу, он сумел ему противопоставить что-то внутреннее. Но он переменился в векторе развития. И это главный результат, я считаю. Но все равно, когда тебя тащат, в будущее нужно сопротивляться. Все-таки. Ну, я бы так не сказал. Вопрос, кто и как тащат, и ради чего. Ну, Корнелий вполне гуманный персонаж. Важен разговор, серьезный. Серьезный разговор. Корней, как раз, он сделал самое главное с ним. Он сказал, ходи, думай и сам решай. Поговорил, да. Да, ходи, думай и сам решай. Никак не настаивай. Более того, когда он, помните, избил этого своего математика, ему его же не наказали. Нет. Ему ничего не предъявили. Ему просто повели и показали. То есть, он работал, как психолог, очень высокого уровня. Знаете, как онкологов учат в клинической психологии? Говорят, у тебя 20 людям в день надо сообщить, что у них рак. Ну, 20 клиентов. У них трагедия. Это страшно. Значит, как сообщать? Сильно сочувствовать? Ты сотрешься за 2 года такой работы, а у тебя ничего не останется. Психологически. Еще и сам заболеешь. Совсем равнодушным, но это усиление удара по человеку. Он говорит, проблема, вам надо сообщить просто информацию сухую. Это, с одной стороны, самое страшное, но и самое целительное. Вот Корней дал ему максимум, он поместил его в условия, дал ему максимум свободы воли. И в ответ на его эксцессы он просто давал ему больше информации. Он показал записи про этого математика, как он выживал под лестницей, там гениально, пятая, десятая. И как там, кто такой на самом деле, его высочество Герцогалайский, да, и знаменитый маршал Нагунгик, и одноглазый лист, кто такие. И все это почитал, и к его чести он это воспринял. Ну, один из самых очаровательных персонажей Стругацких, это именно бойцовый код. Да. Вы верите в таких профессиональных военных, в которых честь выше корысти? Конечно, я их видел много. То есть, вы их видели, знали? Да, как ни странно, да, их хватает еще, все еще хватает. Как, по-вашему, средства воспитания для России, каковы сейчас могут быть? Во-первых, освобода информации. Башню надо отключить, а реальную информацию дать. Все население свалится в лучевую депрессию? Свалится, а куда им одеваться? И что тогда? Новой башней, понимаете? Не, нельзя. Дальше надо, как корней, с одной стороны давать, самим принимать решение, с другой стороны присматривать, чтобы что-то не натворили. По большому счету. У вас нет ощущения, что «Гадкие лебеди»… Помните знаменитый вот этот? Может, мне же нужен денщик? Да, да. Он не годится в денщике, да? Нет, не годится, да. Ну вот «Гадкие лебеди» – это история все-таки о том, как Баню захотел вернуться. И, кстати говоря, этим уже заканчивается парень из преисподней, дома. У вас нет ощущения, что Россия все равно свалится в родную кто-нибудь? Со сладостным чувством дома. Нет. Нет? Я не вижу. Нам очень знакомо это чувство. Знакомо, но я не верю в это. Почему? Да, потому что в россиянах, как и во всех людях, добро больше, чем зло. Прогресс в чем состоит, помимо радости и любопытства? Ну, чисто на человеческом уровне. Ну, истинно, на человеческом? Да. Страх преодолеть себя. Я не люблю Булгакова, но он сказал очень… Я тоже не люблю. Ну, и просто радость ножа, как это звучит. И требование любви, кстати, одновременно. Я вам расскажу историю, которая, мне кажется, все покажет. Я в Мариуполе в 2014 году взяли в плен российского майора. И его очень быстро обменяли. Тогда было очень много полевых обменов. Но я полтора часа с ним проговорил. Помню, стоял КамАЗ, он к колесу привалился. Я его поил, потому что жарко было. И разговаривался. И вот мы там… Я простой логикой, типа, да, нет, да, нет, ля-ля-ля-ля-ля. И кульминация. И по итогу, перед тем, как он уже вставал и его уводили, я говорю, по итогу, я говорю, за что же вы нас стреляете? Говорит, мы вас стреляем, чтобы вы нас любили. Он сказал. Да, если угодно, у них есть такая идея. Да. Он говорит, вы нас предали, вы ушли к американцам. Он говорит, ты понимаешь, что для нас Украина, он говорил, я сюда ездил от бабушки, со своего Урала, он говорит. Это сады вишневые, вареники, сметана, тебя закармливают, тебя все любят. Это юг, солнце, нега там и так далее, и так далее. А вы у нас забрали Артек. Говорит, вы у нас забрали Артек. Каникулы Петровой Васечкин, все, что мы намечтали, все, что этот сам, и так далее. Предали нас и куда-то ушли, оставили нас одних. Говорит, вы у меня детство забрали. Я говорю, и? Ну все, мы будем стрелять, пока не вернете. Это понятная реакция. Ну как с бойцовым котом? Выключить башню, дать полноту информации и присматривать, чтобы не натворили делов. Вот три вещи. Ну и там отдельные ростки тянуть, растить. Вот понимаете, самый страшный вопрос. А Балкин идет на все, чтобы узнать свое происхождение. Не кажется ли вам, что человек с какого-то момента развития понимает, что с его происхождением что-то не так, что он взялся не от эволюции? Не все понимают, к сожалению. Но это неизбежный этап. Ну неизбежно, с этого и начинается. Человечество будет разделено по неизвестному признаку. Оно по вот этому признаку будет разделено. Когда оно доказывается, что оно не совсем отсюда. Да, да, да. Ну однозначно, люди же не отсюда. Вот про признаки я хотел спросить. Есть же три признака. Первый, мы мусорим. Единственный, кто мусорит на земле. Ни одно больше живое существо не мусорит. Почему? А потому что они отсюда и они в цикл безотходного производства включены. А мы мусорить начали даже когда не было промо... Кто подсказал вам эту идею? Да я сам подсказал себе. А мусорное... Человек начал мусорить даже не имея производства еще. Знаете, это открытие Хаттингтоновского уровня. Как вы так поняли, что все остальное встроено в цепочку воспроизводных? Да, да. И человек один гадит. Ой, как интересно. Мы не с этой планеты. Просто да. Да, мы не отсюда. Второй момент это то, что даже мусорные куры, так называемые, которые строят дома из мусора, они же... Это только условно называется мусор. Человечество, не имея промышленного производства, уже мусорило вовсю. Помойки. Первое, что есть... Первый спутник становища, это помойка. Ну, мусорка. Хотя казалось бы, можно было все эти кости на иглы использовать еще на что-то. Нет, появился мусор. Второй момент это то, что мы вынуждены одеваться. Все остальные здесь живут без одежды. Ну, шкура там... Как ни крути, вынуждены одеваться. Да. Ну, на нас есть рудиментарная шерсть. Ну, это же все такое, как бы... И третье, это то, что у нас этика отличается от всех живых существ. Чем? Каннибализм осуждается, например. Не везде. Не везде, но в принципе мы не считаем это нормой, как бы, да. Какое дело, что наша этика направлена не на выживание, а иногда против выживания? Ну, мышление, в принципе, антиэволюционное. Антиэволюционное, вот. Да, это ж и цивилизация. Но блок считал, что это эксцесс-эволюция, что это уродливый орган вроде зоба. Не, не, не. Нет? Тут же смотрите, с чего начинается цивилизация. Собираются племена и начинают кидать ресурсы немногочисленные. Да. Голод-то прекратился в 1948 году, а сейчас каждые 9 миллионов у нас в Европе. 9 миллионов человек умирает каждый год от голода до сих пор в благополучном человечестве. Полтора холокоста в год. 6 миллионов от воды. Эта проблема до сих пор существует. Но люди, сколько, 6 тысяч лет назад, или там 30, там, все эти, мое, ТТП и так далее, и так далее, они начали строить культовое сооружение. Вот когда человечество начало делать неутилитарное, и вместо того, чтобы тратить это на выживание, племя должно собраться, племя должно выставить охрану, племя должно притащить эти каменные блоки, построить, причем они делали массово, защититься в это время от животных, где надо достать еду, кормить этих рабочих. Куча, ради чего? Ради того, чтобы неведомым богам поклониться, и луч солнца там просветил это сооружение в нужный момент в 6 часов утра. Они же, мышление это неутилитарно. Для выживания человечеству хватило бы думания с головой. Просто думать, а мыслить, то есть создавать иное, это неутилитарно. Абстракция. Абстракция. И вот эта вот фишка, чем кроманьонцы от неандертальцев отличаются? И те же неандертальцы были выше, быстрее и сильнее. Но Балкин кроманьонец. Кроманьонцы знали что-то, чего, условно говоря, не знали неандертальцы. А что они что? Они поняли, что символ можно оторвать от содержания. Эти не умели. У неандертальцев было еще, уже было, вернее, сложный легендариум, похоронные обряды, искусство было. Но они не догадались, что символ можно оторвать от содержания. А кроманьонцы догадались, все, вышли в верхний предел абстракции. Так вот, я думаю, что это не последний скачок. И вот это самое люденство, вертикальный прогресс, это открытие следующего. Что такое символ? Ребенок крутит игрушку, и он видит, наблюдает конфигурационное пространство. То есть, что можно с этим сразу сделать? Это же чисто виртуальность. Его нету в самой игрушке. Это он откуда-то берет. Не из этого мира явно, не из материального. Варианты, как поступить. Есть действительность, она в руках. Есть виртуальность, и есть некая реальность там, которая доделает это уравнение возможным, в принципе. И вот он дальше понимает, что следующее открытие, карманьонское, это все может быть представлено через все. Неандертальцы не понимали, как можно нарисовать круг и в нем точку, и сказать, что это солнце, потом сказать, что это человек, потом сказать, что это лошадь, а потом круг с точкой и круг без точки — это две лошади, и круг с дымоточками — это же ребенок. Они не понимали. Карманьонцы открыли дорогу к математике, к абстрактному мышлению, оторвав символы от содержания. И чрезвычайство любит играться в эти игры. Все может быть представлено через все. Это голографический принцип Вселенной, Это способность попасть в любое квантовое и конфигурационное состояние, чисто мыслью. То есть квантовый компьютер – это идеальный человек. Да, и мы не идеальный человек, но потому что человек – это, понимаете, человек – это не ум. Человек – это свет. Вот что нужно понять. Человек – это способность быть одновременно в двух точках. Да, ну вот у нас же есть моя любимая цитата из «Божественной комедии». «Несчастные, чьи смутные умы уводят вас по пятнами пути». Да, да, да. «Вам не вдомек, что только черви мы, в которых тлеет мотылек нетленный, на Божий свет взлетающий из тьмы». И это же очень простая история. Данте говорит много, но он говорит, что вы не ум. Ум есть у сатаны. Вы свет. Ум плюс свет – это, конечно, хорошо, но вообще… Слушай, вот мы с вами разговариваем на следующий день после Тверце в Кременчуге. Знаете, это придает контекст довольно странный тому, что вы говорите. Где там свет? Слушайте, ну я профессиональный военный, который сильно постарался, и все равно я всю жизнь ставил на свет. Последнее. У вас нет ощущения, что зона – это описание Советского Союза? Однозначно. Это же абсолютно однозначно. По-моему, это так и есть. Это же описание всех гаражей, в которых мы выросли. Да. Мы лазили по пустырям в детстве. Да. И для нас в тени там была какая-то таинственная паутина, все эти банки разбитые были, как артефакты, мы находили штуки всякие. Помните знаменитую букву «Ш» вот эту вот? Да, да, да. Которую всем находили. А трансформатора. Да, а трансформатор. Они же зону описывали из нашего детства чистого, поэтому его так все любят в Советском Союзе. До всех людей это близко. Да, но понимаете, ведь это место, которое посетил Бог. Безусловно. И Советский Союз был местом, которое... Безусловно. И мы таскаем хабары с Советского Союза? Безусловно. И ничего лучше Советского Союза мы пока здесь на этой территории не придумали вообще-то. Ну, Леш, ну вот почему, когда я это говорю, меня заедают? Вы не представляете, что со мной сделают. Но, так, а почему же он разрушился и пришел вот к тому, что мы сейчас... Потому что мы смотрим на письмо Вернадского в 44-м году, дневниковую запись. А что? Вернадский пишет, что Советский Союз имеет четыре линии развития. Это 44-й год, они понимали, что войну погубили. Предсмертное письмо. Он говорит, это ленинский, вот этот вот, уже затоптанный, он говорит, ленинская мировая революция. Точнее, ленинский порыв, сейчас, как он сказал, я уже сейчас не помню точно. Ну, примерно звучит это так, что это ленинский способ двигаться в этом мире, вот как-то так, условно говоря. Это мировая революция Троцкого, когда надо просто все сжечь ради мировой революции. Это сталинский государственный капитализм. И четвертая линия, это моя, ноосферная, он говорит, линия Стругацкая. Так вот, в Советском Союзе боролись три линии уже после его смерти. Он сказал, кстати, я боюсь, что не получится. Линия ноосферная, это ставка на детство. Дворцы пионеров, юно-техника, молодежи. Да, 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 это советская фантастика. Вот линия от Ефремова до Стругацки, Павлова, там, Кира Булычева, она прошла в мир полдня. Ноосферная. Это гости из будущего, вот эти все вещи. Последние завещания. Завещания, мы же плакали, почему? Люди не понимали, что прекрасно далекое, это последняя, финальная песня, да, это прощание с нами и Советским Союзом. Не могу смотреть. Да, никто не может, ни один честный человек не может это смотреть. Это прощание было все. Когда она вот прощается оттуда. Да, да, да. И получается, что, а была линия, ну, сталинского госкапитализма. Но она и победила. Кто, не репрессия, она и победила. Поэтому настоящий советский человек, это же антисоветский человек на самом деле. Да. Это человек, который ненавидел все это. Час быка, это же злейшая критика Советского Союза. Он замаскировал и под критику Запада, под критику Китая. Да, ну, конечно. Но описал-то он СССР, поэтому один тираж и сразу запретили. Да. И для меня было понятно, что все пропало, когда, ну, в хорошем смысле, пропало, когда в 87-м году переиздали «Час быка» внезапно. Еще, еще тока-тока вот и так далее. Это был приговор? Да. И в этом смысле, как бы, мы советские и антисоветские с вами. Как туда вернуться? А ставку нужно на это делать. Мой пятый проект, это же про это на самом деле. Кто вам сделает здесь такую ставку? А я, мы постараемся. Вы заикнитесь тут про Советский Союз. Да, я не ты лечишь в наше лучшее время. С 56-го по... Да, вернее, с 64-го по 82-й. Да, 82-й. Да. И этот самый. И определяющую роль сыграли во всем хорошем, в космонавтике советской, во всем остальном, во всем, что отличало Советский Союз положительно. Это же был грандиозный эксперимент. Эксперимент, который заключался в том, что построить реально другой альтернативный мир. Лучший. Что бы мы ни говорили, такого объема детской литературы, детского кино, с явной устремленностью будущего, с великой культурой, с проекцией будущего мира не существовало нигде и никогда в таком моменте. Этот мир воспользовался Россией. Вот да. Он воспользовался. Он не был в ее приводке. Нет, боже упаси. Он не вышел из русской утопии. Да нет. Это же никто. Это бестолковщина все. Я вам скажу, что... Он паразитировал на советскую утопию. Однозначно. Мало кто знает и понимает, и отдает себе отчет. В 60-х годах начало подниматься... Шукшин был одним из видных представителей. Начало подниматься то, что называлось КГБ и ФЦК партии. Как это? Русская линия. Русская линия, да. Ее жесточайше репрессировали. Жесточайше. Потому что Советский Союз прекрасно понимал, во что обойдется эта русская линия. Что она кончится Путиным и Бучей. Они ее репрессировали нафиг. Да. Пикули репрессировали. Да. Шукшина... Репрессировали очень жестко. Не давали вообще подняться. А РСФСР была единственная република, не имевшая собственных министерств. Вот правильно, что вы назвали Шукшина. Да. Шукшина – это крик об этом. Да. Но, к сожалению, никто же не понимал, как он страшен, на самом деле. А вот Высоцкий, противоположное ему явление. Высоцкий глубоко советский, в русском прогрессовском смысле. Его пытаются ли рядить в русском? Да. Преутильнее, что вы... Он советский, да. А вы допускаете возможность некоторого переосмысления этого проекта? Ну, первое, что я бы сделал после распада Союза, я бы сделал институт СССР. Везде. Чтобы реально... Журнал «Советский Союз» – это то, чем я брежу. Но у нас то люди не смогли на это пойти, потому что, ну, очень много рессентимента и неспособности сделать шаг, встать в эту позицию и посмотреть, чем это было. Но когда-нибудь будет? Я сделаю. Журнал «Стругацкие дети еврейского комиссара и украинскую учительницу» – это сказалось как-нибудь? Однозначно. Ну, надо понимать, что такое еврей. Не худший именно украинский. Это обостренное восприятие. А украинская кровь – это ставка на свободу. Вот ты хоть убейся, но тот, кто воспринял вот это, они всегда в метапозиции по отношению к любой попытке повлиять на волю. Бойцовский кот – украинец. Да. Это типичная история. Я таких видел и вижу каждый день в наших рядах, в наших войсках. Маршал Драга. Да, это вот украинец. Он как раз такой. Да, вот у нас такие. Такие хлопцы у нас там воюют. И это порода оттуда. Поэтому из Денщика из него не выйдет, понимаете? Да, вот. И здесь… Ну, понимаете, что такое Советский Союз? Вот Советский Союз – это наполовину Украина. Вот с этим драйвом. Поэтому так и вцепились. Да, каждый второй, да. Каждый второй, ну невозможно, невозможно, но ни новая империя, ни попытка построить Советский Союз, как они считают. Они же думают, что они строят Советский Союз, придурки. Там в Кремле. Без Украины. Это не только Збигнев Зержинский сказал, это всем понятно. Каждый второй офицер Советской Армии был украинцем, вообще-то. И Россия не выиграла ни одной войны без украинцев, с которыми она участвовала. Ну, только одну, против Грузии. И то не до конца. В 2008 году. Фишка в чем, что мы элемент, который, ну вот, соединяет… Понимаете, для меня одно из откровений было, никогда не знаешь, где аннерверсенна символизм. Помните «Через терник звездам»? Это ведущий фильм. Моя панацея, я всегда его пересматриваю. Главное, что меня ведет. Вот я в этот мир хочу. А Рыбников, композитор. Сейчас те, кто нас смотрит, закричат, что он доверен на лицо Путина. Надо разделять творчество и человека. Так вот, и есть такой фильм «Русы изначальные», который снимали к 1500 лет в Киеве. И там же это одна и та же музыка. И вот там, когда я это увидел, это тоже Рыбников. Это музыка та же самая. И в «Юноне и Авось» та же самая музыка. Меня щелкнуло, и я понял, что вот эта Русь старая, дохристианская, и будущее, будущее мир полный, это одно и то же только в развитии. Через музыку символизм прошу. Вот эти вот колавраты, которые вращаются в небе, вот у нас на картинах, то, что называется украинское народное творчество и все остальное. Вот это вот ощущение, что куда-то туда в созвездие Авиона, это вот оно. Чистая история. Понимаете, в «Бессильных» есть важный эпизод. Помните, когда сенсей говорит, мальчик говорил то, что я хотел услышать. Я иногда боюсь, что вы считываете некоторые мои желания. Нет, колдун говорил на украинском, помните? Помню. Да. Помню. Но меня другое пугает. Может быть, вы просто хотите мне сделать приятное, реабилитируя Советский Союз? Нет, не в этом дело. Я же очень... Ну, хороший был Союз-то, Лёш. Это хороший был. Я первый об этом говорю. Я же везде говорю со всех этих самых, что я советский школьник. По психотипу не собираюсь меняться. Я думаю, что лучше этого образа жизни нет ничего. Вы знаете, кто является очень серьезным союзником нашим и величайшим поклонником Советского Союза? Неужели Шерцингер? Не, не, не. Папа Ратсингер, кардинал. Правда? Да, Шестнад. Он специалист по так называемым тоталитарным режимам, как я считаю. Да? Ему нравится? На самом деле, да, он глубоко изучил коммунизм. Он сказал, что Советский Союз – это лучшее, что могло придумать человечество. Это почти прямая цитата. Это сказал Ратсингер? Папа Ратсингер, да. Единственное, что он сказал, есть у него недостаток. Вот у всей этой красивой утопии и попытки ее построить. Он сказал, что у человека остается свобода воли, и даже лучшие инструменты, и лучший способ жизни, который ему могут дать, он сможет использовать во зло. Что сделал как пистолет? Да, поэтому, но он говорит вообще, как задумка, это идеально. Он сказал, что он уже поклонник. Он не все папы теологи, он теолог очень высокого уровня, философ, метафизик. И он фанат Советского Союза, в буквальном смысле этого слова. Так вот, фишка в чем? Что я сейчас нарываюсь очень крупно. Когда передача выйдет, у меня очередная волна хейта будет очень большая. Скажите, что это я заганетизировал. Мне уже терять нечего. Мне давно уже терять нечего. Вот это верно. Вот вам уже точно. Потому что, дай богу, я очень надеюсь, что это не последний раз. Не последний, да. Спасибо огромное. Если вы сделаете институт Советского Союза, возьмите меня вахтером. Он же будет институтом чудаков, лучше всего могла. Да, институтом чудаков. Вот возьмите меня, я под опытом. Спасибо. То есть вы будете стоять на том контуре, который ты зубец будет? Да, да, совершенно верно. Понял. Спасибо огромное. Пошли. Если в нынешней реальности тема, к которой вы как писатель не рискуете подходить, есть, это будет тема океана. Тема романа, который будет следующим. Мне нужно сначала отработать частный случай, чтобы переходить к более общему. Тема диверсификации человечества. Это очень страшная тема, потому что отсюда один шаг до скатывания во всякие фашистские спекуляции. Но то, что на наших глазах человечество разделяется, человечество делится, и именно мы присутствуем сегодня при столкновении с самым радикальным сторонником Архайки со сторонниками новизны. Ну, вот Арестович, например, невзирая на его такую репрессивную фамилию, для меня однозначно человек будущего. Меня пугает этот человек, восхищает, он вызывает у меня сложные эмоции, он мне непонятен. Его работа по Стругацки мне чрезвычайно любопытна, и сам он мне чрезвычайно привлекателен и вместе с тем страшен. Потому что я таким не могу быть и не буду никогда. Но я вижу, кто ему противостоит, и простите, но здесь мои симпатии совершенно однозначно на его стороне. А вот эта диверсификация человечества – это та тема, к которой я пока боюсь подойти. Но то, что мы сегодня наблюдаем, то, что мы сегодня видим, это проявление вот этой самой мучительной диверсификации, мучительного раскола людей на несколько типов, которые перестали быть друг с другом совместимы. Раньше я думал, что они научатся быть друг для друга невидимыми. Теперь вижу, нет, они несовместимы в рамках одной парадигмы. И это не потому, что, условно говоря, Люденам нужно самоутверждаться. Нет, Люденам как раз надо исчезнуть, научиться быть незаметными. А вот архаики ей хочется есть. Потому что, как справедливо заметил Синяновский, единственный способ существования вампира – это пить живую кровь. Они не могут без подпитки, без льдаинства. Редактор субтитров А.Семкин